Его особо не воспринимали, как он без образования, он это сильно переживал. Галдамор был, и люди выжили за счет того, что они переходили речку, там в Китае что-то набирали и возвращались таким путем. Их задержали, в трудовой лагерь отправили. Друг говорит, ты, наверное, все равно умрешь, ушел. Он вытащил из-под него. Кошмур говорит, ты все равно не выживешь, она важнее. Мама пришла в 14-летнем возрасте в их семью. В то время говорили, холмала, потому что у нее родителей не стало, потом они уже поженились. И он всегда хвалил маму за то, что умеет показать, что дома все в порядке. Тамак всегда есть. И вообще, каким образом оцениваются работы вашего отца в денежном эквиваленте? На юбилей кто-то же выставил на аукцион работу маслом, и за 400 тысяч долларов. Все начали нас поздравлять, у нас на руках. У вас есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть замечательные призы. Мы пригласим в десятерых победителей посетить музей вместе со мной и кураторами музея. Участвуйте и удачи! Приветствую, друзья! Я Тимур Волмбетов. Добро пожаловать на мой канал. Немного личной истории. Когда я приехал в Алматы, поступив в университет, помню, как предвкушал, как буду изучать этот потрясающий город. Моя однокурсница, тогда Катя еще Треножникова, спросила у меня, был ли я когда-нибудь в музее имени Костеева, а я, признаться, о нем даже не слышал. И Катя организовала наш визит в этот музей. Я помню, как этот день просто перевернул мое сознание и отношение к нашему искусству. Сегодня мы поговорим с вами об Абулхане Костееве, потому что в 2024 году исполняется 120 лет первому народному художнику Казахстана. Поговорим с людьми, которые знают о нем не понаслышке и могут рассказать о нем как о творческой личности, как о художнике, который повлиял на множество поколений художников после него и при этом оставался удивительным, простым и скромным человеком. Гальдария Абулханна, Гальназия Абулханна, добро пожаловать и большое вам спасибо за то, что вы согласились принять участие. Я предвкушаю и думаю, что у нас будет потрясающий разговор, потому что все, что я не так много знаю о вашем папе, но все, что я знаю, продолжает вдохновлять. Продолжает окрылять и так много связанной истории в первую очередь. Конечно, искусство, но как будто истории даже больше связано с именем вашего отца. Спасибо, что сегодня мы встречаемся в вашем доме, в его доме, в доме вашего детства. Какие чувства, когда вы здесь оказываетесь? Приятные чувства. Сразу воспоминания, воспоминания детства, как мы здесь носились, бегали, с друзьями, с подружками встречались, бадминтон играли, теннис, плавали, на речку ходили. Это все вспоминается сразу моментально. Часто в последнее время вы здесь бываете? Ну, в связи с юбилеем, да, частенько. А так стараемся, особенно весной, чтобы посмотреть, цветут ли цветы, как там, что. Стараемся почаще проходить. Скажите, пожалуйста, каково это ощущать, особенно сейчас, 120 лет с рождения папы, что он все еще влияет, что он все еще вдохновляет, что благодаря его работам мы переосмысляем, лучше понимаем, углубляемся в нашу историю. Что вы ощущаете, когда вы об этом думаете? Ну, мы как дети, мы гордимся, наш отец. И много же сделал он для нашей страны, для Казахстана. Он, получается, своей рукой писал историю, так можно сказать. И этой историей сейчас пользуются все. И мне это очень приятно, например. А мне кажется, самое главное, что отец, жизнь отца это подвиг. Потому что он сам себя, как можно сказать, образовал, сам добился очень многого и продолжал добиваться. Молча, молча все делал и все-таки он добился. Я считаю, это его жизнь подвиг. Это очень интересно, потому что он ведь школьного образования не получил. Нет, вообще никакого образования нет у него. Очень часто говорят о том, что он первый художник, народный художник, хотя он был непрофессиональным, в прямом смысле этого слова, художником. Но не часто мы слышим вообще об уровне образования, о том, что он сам себя обучил. Я правильно понимаю? Как это получилось? Да, верно. Потому что, знаете, первая работа 1936 года, что ли? 1932 года. 1932 года. Они такие более примитивные, а вот уже даже начиная с портрета Могильды, уже чувствуется академизм. Даже есть такие комментарии, я сама читала, что не верят. Наверное, это не кто-то ему помог. А он сам, вот визуально, он же читал, читал, но очень плохо. Он визуально учился. Когда он был в Москве, он посещал очень много музеев. И просто, я говорю, думаю, что вот смотрел и учился на картинах. Впитывал как губка. Впитывал. Потому что, я не знаю, вот сейчас мы обучаем детей, мы же просто прямо и начинали анатомию и все. А папа ведь не проходил анатомию. Анатомически у него все правильно было. Особенно вот этот портрет Могильды. У нас целая папка дома еще. Вот эти зарисовки 1939 года, где на обратной стороне на латинице написано местными людьми, что действительно достоверно. Эти руки похожи, эти глаза похожи. Он же собирал портрет Могильды. И он очень достоверный портрет и анатомически очень правильный. Там даже не местными людьми, а сарбазы, которые вместе с ним участвовали. И они прям подписывали на латинице, что мы подтверждаем все эти действия. В целом, говоря об Абылхане Костееве, вообще-то не совсем корректно или верно обозначать его или характеризовать его как профессионального художника. По сути, он не получил законченного художественного образования. Поскольку, с одной стороны, он обучался в школе-студии Хлудова в течение трех лет. Это было в конце 20-х годов. Ну, конечно, нельзя не сказать о Хлудове, поскольку это был русский географ, исследователь, который с экспозициями много путешествовал по Средней Азии, в частности Казахстан, и с конца 19-го века остался в городе Верном. Именно он основал частную школу-студию. И фактически именно его считают, вот как раз своеобразной, его и его деятельность стала своеобразной точкой отсчета в формировании или в развитии именно профессиональной художественной школы в Казахстане. Ну, катализаторной. По сути, да. И Костеев обучается у него в течение трех лет. Конечно, это значительно расширяет его горизонт и его понимание и технологических приемов, и вообще познание или погружение в специфики живописи как таковой. Совершенно, в общем-то, чужеродного вида искусства для этого региона, но в который он сразу был влюблен, и он сразу же, познакомившись с этим видом творчества, избрал это из своей профессии. Вторым очень важным этапом профессионального становления художника стало обучение в 1934-1935 году в Москве в течение двух лет. Но большой проблемой и препятствием стал языковой барьер. Но, тем не менее, обучение в вечерней студии имени Крупской в Москве, плюс возможность посещать галереи, музеи, знакомство с творчеством выдающихся мировых мастеров в мировой художественной культуре, конечно, значительно расширило горизонты творческого мышления и профессиональных навыков художника. Поэтому, в общем-то, совершенно верно, что художника нередко характеризуют как наивиста, примитивиста, потому что даже на протяжении всей своей творческой деятельности, которой он посвятил более 40 лет своей жизни, причем самозабвенно, с полной отдачей, фактически даже в зрелом или позднем периоде своего творчества он сохранял приемы наивного, примитивного искусства в своем творчестве. Какие, например? Часто мы видим, например, в портретных образах максимальное приближение моделей к первому плану, к зрителю, чтобы ничто не отвлекало. Прекрасный пример. Дальний план предстает как некая декорация в театре. Если присутствует несколько предметов, как правило, идет такое перечисление их в ряд, будь то юрты или всадники в строю. Некоторая плоскостность, некоторая специфика цвета, характерная для примитивистов, она фактически сохраняется на протяжении всего творческого пути художника. Но в общем и в целом он был очень профессионален. То есть вот это такой парадокс. Да, в общем-то и профессиональный художник, и художник-наевист. Это как-то очень оба эти начала очень органично уживались и сосуществовали в творчестве Абулхана Костеева. Когда он не захотел в школу идти в первый класс, ему тогда предложили, давайте мы тогда на платные курсы к Хлудову. Студия Хлудова была у нас в Алматы. А он же по-казахски только разговаривает, по-русски-то не знает. И что тут они сделали такое? Мы отобрали двух студентов, которые учились уже в Алматы. Один Оразумбетов Нургаза, он как раз главный архитектор города Алматы был. И вот по его архитектуре-то дом у нас построен, впрочем. Ага. А тогда он был студентом. И второй Дальдимбай Фабель. Он тоже на педагогическом вузе учился, педагогическом. И в дальнейшем он уже работал директором школы на Рынколе. Но с семьей мы все общались. И с той, и с другой семьей. Они были как переводчики. Да, они сопроводили его к Хлудову. И между Хлудовым и папой вот этот разговор. Тогда Хлудов, говорит, удивился. Говорит, надо же, первый раз я вижу казаха-художника, который еще и рисует, и пишет, посмотрел бы, давайте. И он три раза в неделю, ведь на вечерние курсы, записался к нему на студию, ходил туда на занятия. Он научил его писать акварелью. А потом, когда начались каникулы, что ли, он вручил ему альбом, краски и сказал, говорит, ты не бросай. Тебе надо продолжить, потому что из тебя что-то выйдет. А когда на второй год пришел уже, его не стало, умер. Да, везде, во всех источниках говорится о том, какую важную роль Хлудов сыграл в становлении, формировании. Папа же, кроме карандаша, я ничего не знал. Более того, я прочел, что только в 25 лет он вообще взял карандаш и листок получил, на котором бумагу. Не увидел, что бывают акварельные краски. Видел первый раз холсты. Все впервые он увидел. В чем вот эта загадка? На мой взгляд, это загадка, потому что в 25 лет он впервые берет настоящий карандаш и бумагу. Которую используют для графики. Но уже в 30-м году о нем знают, о нем говорят, его начинают, грубо говоря, выдвигать на передний план. Как был возможен такой скачок? Ведь в искусстве кажется, что это совсем мало времени. Да, но все-таки это внутренний талант, наверное, зарождение. Страстное желание. Да, он же в 25 лет, он только первый раз в жизни спустился в Жаркент. Кроме своего аула, где он родился в Сижине, он даже этого Жаркента не видел. И вот когда первый раз он в Жаркент спустился, своим дядей вместе, ну он как отец был ему. И когда они пришли именно к татарской семье, где папа потом работал, он увидел столько много книг в книжном, вернее, у них в серванте. Ну не в серванте, а в шкафу книжном. И папа заинтересовался, а можно мы ее посмотрю? И он когда вытащил, увидел там такие работы, а читать не умеет, картинки эти смотрит, такой удивленный. И вот он оттуда уже, у него созрело желание как-то писать, рисовать. И он сказал, я не поеду в Сижине, я буду здесь находиться в Жаркенте, я не поеду обратно. И тогда мама его, получается, наша бабушка и дядя решили сватать, сосватать его, поженить. Тогда он, может быть, останется там в Сижине. А когда поехали свататься, та девушка посмотрела на его одеяние, сказала, нет, зачем мне он такой, мне не нужен такой оборванный, из бедной семьи. И она отказалась. И слава богу, потому что если бы не отказалась, получилась бы совсем другая история. Вот именно поэтому он оказался потом в Жаркенте и торговал, воду возил в тележке, Вот он собирал копеечки, вот так вот, таким образом, рисовал дворы под металл, в общем, так вот. Мама рассказывала, что он воду продавал там, не знаю копейки, какие были, собрал деньги и купил маме атласный халат. Да. Он даже в сундуке лежал, уже такой старенький стал, мама долго хранила. Это первый подарок был. Атласный халат. Мы его видели. Атласный халат. Во это время, этот халат в 19-е акции, в 20-е акции акции, в 19-е акции. Это время так гор productos, fitоп形態, экспедиций, обойтеночные д Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мама все это выдержала и как она все это вытерпела? Мама пришла в 14-летнем возрасте в их семью. В то время говорили... Потому что у нее родителей не стало. Она с бабушкой жила, со своей бабушкой. А потом бабушка, видимо, умерла. И оказалась она в их семье. В семье отцовской нашей. И потом они уже поженились. Но мама говорит, я не соображала, что я замуж вышла. Я там жила, пахала, помогала всем. Все нормально, все было. И даже папа, когда всегда куда-то уезжал и возвращался... Ну, порядки вещей. Я никогда не спрашиваю, куда он уехал, откуда он вернулся. Это меня не беспокоило. Но зато в колхозе работала, на огороде. Уже когда советское время... Она передавица была. Да, передавица была. Она говорит, если бы я там осталась, наверное, была бы героем. Что-то труда. Она сама сама так говорит. Ну и вот, когда уже сюда они в Алматы переехали в 1936 году, у нее и детей не было. И вот только в 1936 году они когда сюда переехали, сняли квартиру, не квартиру, а одну комнату в одном из домиков. Там они жили. И тогда только первенец родился в 1937 году. Наш самый старший брат. И мама все время, всегда всю жизнь сопровождала. И вот на протяжении многих лет она... Уже, смотрите, шесть, расстановили в нее. Три девчоночки мы, получается. Нас было трое. И вот в этом доме уже... Мы уже чуть постарше были, уже немножечко начали соображать. Но постоянно у нас народ. Постоянно у нас... Кандиджин, кандидатурин. Да, да, да. Саулов, потому что здесь никто не проживал, видимо. И почему-то всегда все к нам у нас приезжали, у нас останавливались. У нас там вот навес был перед гаражом, потом там беседка была еще. Все переполнено было. Еще палатку ставили. И ставили десятиместную палатку, потому что негде было. Места не хватало. И знаете, это все порядки вещей было. Никто не возмущался. Ни мама, ни папа, ни мы. Нам всегда давали указания. Вот ты своди... В зоопарк. Да, в зоопарк кому-то надо, кому-то в больницу надо попасть, кому-то в институт поступать. И нам распределят, и мы порядка вещей, да, сопровождали, да, порядка вещей. Никто из нас не возмущался. Саулов приезжали. Мы как переводчики были здесь. Да, да, да. Потом в кухне у нас две плиты возьмали. Получалось восемь конфорок, и то у нас не хватало. Кастрюля у нас 20-литровая. Мы варили, мы вот работали все вместе. Да в основном мама хозяйничала. В основном мама хозяйничала. И вот уже сейчас, уже в таком возрасте, думаю, как мама все это выдержала? Ведь художники тоже один за другим приходили. Они тоже маме заказывали дунгацкую лапшу натянуть. Мама умела красиво натянуть и вкусно приготовить. А шахмужье просили в жару. Да, и вот Сахир Аманов, Шарденов, Ажиев, Кенбаев, Толеков, Исмаилов. Они все здесь бывали и с удовольствием прям по заказу. Мама им наготовит, и они поедят с удовольствием. Тут обсуждают всякие вопросы. И они свои рабочие моменты. Она много, мама много сделала для того, чтобы папа работал спокойно. Потому что с детьми занималась в основном мама. А их девять. Нас девять, да. На секундочку, не двое детей. Да, вот именно. Папа нас никогда не ругал, не бил, никого из нас не бил. Мама немножко построже была. Но если вдруг, например, кто-то из нас не слушается, но не мы в основном пацаны, то мама пожалуется папе, ну скажи что-нибудь им. На, папа что, вот так газетку свернет, только замахнется. Прекратить или нет, и все, больше дальше у него ничего не идет. Никогда не ударит, не побьет никого. Он мог замахнуться, но руку не поднимал. Да, никогда. На самом деле, вот так вот никогда он не бил, не ругал пил. Удивительно. Много читаю и понимаю из источников, что была очень мощной поддержкой Сахшапа для него, что весь быт, весь тыл был на ней, что воспитанием тоже занималась во многое, в большей степени она. Но расскажите мне о чертах ее характера. То есть какой вы ее вспоминаете? Понятно, что она была занята, что очень много было работы, ответственности. И не сказать, что жизнь была сладкой, но вот черты характера, которые вы вспоминаете, когда говорят мама. Я помню, она всегда что-то делает, она всегда что-то делает. Она такая работящая была, видимо, вот в колхозе, поэтому ее не отпускали, потому что она была передовиком. И дома все-таки двор большой, она бегает то туда, то и одеяло шила, и вот эта шерсть, она сама все это делала. Потом шила эти одеяла, то потом стирает, то еще что-то делает, то готовит. Постоянно что-то живыр, как она говорит, живыр, 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 живыр. Потом уже на 80 лет или когда уже наболела, врачи, когда почаще приходили, мы всегда говорим, мама не лежит, мама все время ходит. Они говорят, пусть ходит, пусть бегает, пусть делает, пусть ходит. И вот она лежать не любила, она всегда что-то делала Или яблоки сушит, или шерсть там чистит, или одеяло шьет, или какую-то посуду скрижет, или что-то, что-то, всегда что-то Они каким-то образом при вас проявляли свою любовь друг к другу? Да нет, никогда и не ругались, никогда и не проявляли Я единственный, помню момент, вот папа как-то умел маму похвалить Он всегда, у папы же нет зарплаты постоянной, там гонорар получит, а потом разрыв большой, все думают, о, гонорар получил, денег много, а денег не хватало все равно Потому что это был гонорар за шесть месяцев работы, за три месяца работы Да, и толпа людей дома И он всегда хвалил маму за то, что вот умеет показать, что дома все в порядке Тамак всегда есть И вот нас мама приучила, она, они же прошли, голод и все прошли, она всегда говорила, запасы надо делать Как она говорила, и магазинды барды име, и веакепкой говорит И вот она всегда, и как деньги получалось, она, видимо, запасы делала Если потом денег нет, уже никто не знает, все, дети накормлены, все спокойны И папа за это ее всегда хвалил Абельханатамыз 30-40-шылар жена, еске жена, жаңа тұрмыз, иткенде Ол кісі салыстырмалы түрде, Казымүлде жаңа өмір келді, қала құрлысы, еген оңға дейін бізде, әрине, күшберлік өмір, жайлауды өмір сүріп Казақ халқының басында, тарихында болған бұл айлтингсіздігі тақыры бұл Бұл тек қана сөретшілер қауымынған ана мес, әрине, жазушылар қауымын бірінші кезекте өте толғандырды, бәріміз білемші, жена, Олпан, Бақсышамалы тағыда-тағыда басқа айлтингсіздігің қамты етін көп деген шармалар, әдеби шармалар жасалды Ал бенеле өнерінде әбілхан атамыз осы тақырып тұқызғады Яғни ең бірінші 35 жылы жынағы сатып алынған қалындық композиция жаса, жаса өзінен егде жастағы үлкен ер адамның жынағы, ер адамға ұзатылып барады жатқан қалындықтың обырзы Ол жерде ешқандай бір трагедия, немесе композицияда ешқандай бір қимыл ғозғалыс жоқ Те қана бір ғана қыздың бейнесі обырзы ғана арқылы бөкөз жынағы оның болашағын тағдырын мұңын көрсет тұрған шағырма Ал 37 жылы жазылған қызды еркісіз әкет өтуынсы бұл енді тақырыпты ашатын нақты қимыл ғозғалысқа толы композиция құрылған егер бірінші бөлікті жақ көріміз қызды еркісізі ау қашып бір жатқан оның анасынан артынан заржылаған анасы мені әкесінің обырзы екінші планда қарақшылар өзінің мал мүлкін жинап жатқан Бұл тақырыпты әбіл қанатамыз жаңағы бірінші бөліктегі қимыл қозғалыс арқылғанымен сонымен қатар бұл жүрде түстердің бойаудың да байлансы сол тақырыпты толықтыра түстерді Әйткен ана таулардың, бұлттардың түсі, шыршалардың бір күнгүрт, қаранғы, осы қайғыл оқиғаны бір толықтыра түскен секілді Әбіл қанатамыз әрине бұл ескі өмірдің көптеген көріністерін жазды, бай мен кедей мәселесі, қудық басында жанағы неге талысыға, немесе жанағы, молдаға келіп кедейдің не сұрауы сол секілді бұл да ескі қыздерксіз әкеті тақырыпы да ескі өмірдің көрінісі сондықтан да әбіл қанатамыз осы шығарыман жазды Екатерина, я зрителям уже рассказывал, что я частый гость и даже о первом опыте посещения музея, когда я приехал в Алматы студентам, но замечаю некоторые нововведения, например, мы сейчас наблюдаем анимированная картина, расскажите, как вы пришли к такому решению, как это получилось? Ну, с одной стороны, практика внедрения мультимедийных технологий в музейное пространство, не новая, во всем мире активно используется. И здесь мы пришли к этому благодаря вот такой замечательной коллаборации с компанией Samsung, которая производит великолепные телевизоры DeFrame. И фактически идея включения этих технологий привела нас к тому, что недостаточно просто статичную картинку показывать, а все-таки включить такой формат, который мы назвали ожившие полотна, ожившие картины. С одной стороны, как я уже сказала, это очень популярная нынчеформа работы, с другой стороны в музее, с другой стороны это, конечно, способ привлечения молодежной зрительской аудитории, но и здесь очень интересный, конечно, творческий момент, потому что здесь очень важно соблюсти грань уважения к художнику, потому что все-таки момент вторжения в его авторскую интерпретацию должна быть очень деликатной и не исказить авторского замысла. С другой стороны, это должно быть оправдано и в данном случае мы довольно долго дискутировали, когда выбирали, какие собственно картины, далеко не каждую картину можно оживить, вот так, чтобы включить ее в формат мультимедийных технологий или мультимедийного экспоната. Поэтому мы очень благодарны, что компания Samsung нашла очень удачные средства для того, чтобы осуществить оживление выборочных картин, их пять в экспозиции. Пять картин оживили. Да, в частности, это наша известная работа Медео, одна из таких очень узнаваемых зрителями. Ну и, конечно, полотно Турксиб, которое, как мы уже упоминали, было связано с жизненным этапом биографии самого Абулхана Костеева, который в 20-е годы работал с землекопом на Турксибе. И он очень часто обращается к этой теме как в акварельных работах, так и в живописной масляной технике. И вот эта работа Турксиб является одной из узнаваемых программных работ в творчестве художника, который запечатлевает исторический момент движения первого поезда по крупнейшей железнодорожной магистрали Советского Союза. Собственно, название Турксиб, Туркестан и Сибирь, две части огромной страны были соединены благодаря этой железной дороге. И вот исторический момент движения первого поезда. И свидетели, кочевники, живущие в степи, становятся свидетелями этого исторического момента, важнейшего как в их жизни, так и в жизни их страны. И вот здесь вы видите, что отдельные элементы анимированы, флажки развиваются, дым из трубы валит, кочевники или свидетели происходящего машут рукой в приветственном жесте, потому что это здесь прекрасно все, что воспевает Костеев в этой своей замечательной работе. Все не рассказывайте, потому что у наших зрителей будет возможность прийти и вместе с нами, вместе со мной и с вами, я надеюсь, как говорится сейчас, оффлайн, посмотреть все своими глазами, увидеть. Но скажите мне, пожалуйста, вообще как реагирует посетитель музея на ожившие картины? Это был очень интересный опыт. Это наша, честно говоря, вторая серия уже, скажем так, этого, ну скажем, экспериментального для музея формата работы. Первый пример это было взаимодействие с компанией Samsung, когда мы работали над проектом 100 шедевров. И вот в первый момент, когда работы экспонировались, специфика телевизоров DeFrame, их высокотехнологичное изображение, по сути, создавала имитацию живописной работы. И это было очень интересно наблюдать за зрительской реакцией, которой вы видите, что телевизоры, телеэкраны одеты в багеты, и зрители, глядя на картину в полной убежденности, что они смотрят на оригинал, и в момент, когда она внезапно начинала оживать, было очень интересно наблюдать за реакцией, удивление, неожиданный такой эффект, и вот это все было очень забавно и интересно, потому что это такой был живой процесс восприятия, удивление, восторга, и, в общем, такой эффект неожиданности. Вы сейчас сказали, что было очень сложно в то время, особенно финансово, и дом всегда был полный. Расскажите мне, пожалуйста, вообще, каким образом была устроена система? То есть, мне кажется, мы сейчас забываем, как художник тогда вообще получал деньги. Вот вы говорите, была гонорарная система. Да, заказы. То есть, все, что писал папа, это всегда был заказ от государства. Да. Он его получал, и какое-то время писал эти картины, работал над ними, и только в конце он получал деньги. А могли не принять? Да. Могли не принять? Комиссия же была специальная. Я понял, мама рассказывала, что когда не приняли у него работу, но это давно было, он прямо разочарованный, нервничал, рвал эти работы. Было такое, что не принимал комиссию. Ну, уже его особо не воспринимали, как он без образования, как и так, как и ему еще заказ давать. Он это сильно переживал. Ему иногда палки в колеса вставляли из-за того, что он не образованный. Почему он вдруг председатель союза художников, который никакого образования не имеет. Даже школьного нет. А тут студенты, которые закончили вузы, вернее, не студенты, а уже закончившие вузы, художники пришли, а папа будет командовать. И ведь был конфликт, правда, в тот момент, когда его пытались, грубо говоря, задвинуть. Да, да. Их даже нормальные картины они не хотели принимать, папа поэтому нервничал, переживал. Как был разрешен этот конфликт тогда, ну, вот это давление? Ну, папа тоже, тогда несколько же, кроме папы еще, Назыра был, Аубакир Исмаил, почему-то эти молодые больше, у них направление было в отношении пожилых людей, да, видимо. Помнишь, да, так же было? Пренебрежительно? Да, пренебрежительно. И тогда они решили написать письмо. Есть такое письмо, оно, не знаю, у нас сохранилось здесь или нет. Было письмо, адресовано газету, по-моему, но, не знаю, в газете, по-моему, оно так и не печаталось. Конфликт разрешился, потом эти молодые все тоже поняли, что к чему и как. Потом они, конечно, с уважением относились к отцу и ко всем остальным. Мне кажется, папа победил тем, что он работал все равно. Да, он все равно работал. Все равно работал. Вот даже раньше, когда папа председателем был, я помню, на улице сидишь, и приходит одна группа художников. Они начинают, говорят, вот те вот так сказали, те вот так сказали. Потом через день-два приходит та группа, говорит про тех, папа сидит там, молчит. Жумустендер, жумустендер, работайте, работайте. И все, все, что он говорит, надо работать, и все. И потрясающая трудоспособность, мне кажется, то, что его отличает, потому что мы ведь не можем до сих пор полностью осознать и даже подсчитать, сколько у него работ. Невозможно подсчитать. На 1958 год у него было 2000 работ. На 1958 год? Да, да. А с тех пор он сколько работ написал. Поэтому я считаю, что тысяча четыре, тысяча пять, может быть, есть в обществе. Он всегда дарил. Всем дарил. А когда в последний раз вы обнаружили новую работу? То есть когда было так, что кто-то принес, проверили и подтвердилось, что это подлинник, что это его работа? Ну, это музей, подлинники подтверждают. Да, я понимаю. Они иногда нас приглашают, смотришь, и вроде бы отцовская работа. А иногда сомневаемся, вроде бы и похоже, но и не похоже. Очень много было и сомнительных работ. Я слышал, что многие пытались выдавать свои работы, подделывать, потому что появился спрос в определенный момент. Да, да. Особенно на столетии, когда нам сказали, пройдитесь по салонам. Мы когда с Гульназио пошли посмотреть салоны, боже мой, сколько отцовских работ, там еще подделок. Мы говорим, а откуда? А нам, говорит, какая разница, если люди покупают, пусть покупают. Вот таким образом. Очень много было работы. А потом, когда развал-то произошел, союз это, а папа же на заказы работал очень много, и дома, культура, колхозы, сахозы, заводы, фабрики, институты заказывали. Эти работы, кто понимал, кто-то подбирал. Приватизировали все. Кто не понимал, даже в агонях выбрасывали вот так вот. А потом начали всплывать эти работы. А потом уже начали работы всплывать. То есть в основном новые работы мы увидели в 90-х, я правильно понимаю? Тогда они появились, увидели свет. Такой, наверное, вопрос, который может быть интересен нашему молодому зрителю. Вообще, каким образом оцениваются работы вашего отца в денежном эквиваленте? Вы когда-нибудь, может быть, были какие-то аукционы? Может быть, частные коллекционеры говорили или оценивали? Знаете, вот иногда в газетах пишут, или в интернете я читала, что отцовские работы очень дорого оцениваются. Это дорого. Но я не знаю, у нас, например, никогда в жизни за такую цену никогда никто не покупал. Хотя иногда была необходимость нам продать, но за такую цену невозможно было продать. На юбилей кто-то же выставил на аукцион работу маслом и за 400 с чем-то тысяч долларов. За 450, что ли? Все начали нас поздравлять. У нас на руках? У нас таких работ нет, масляные, да? А сослых маслом нет вообще. Мы еще говорим тогда, это же люди вышестоящие, мы говорим, у вас есть возможность узнать, кто это дал. Но не мы. У нас нет таких работ. А то есть засекречено, мы не знаем, кто купил эту работу. К нам напрямую никогда не приходят, через кого-то обращаются. Мы говорим, почему напрямую нет? Но у вас тоже сохранились какие-то работы, которые у вас дома в семье хранятся? Ну, в основном акварель. У меня есть одна масляная работа, которую я никому не даю. Я шимбулак в зимний период, она небольшая. На картонке? Да, на картонке ползена. Краги, на краги у себя рисованы. Никому не даю, иногда просят, продают. И одна масляная работа, девушка, портрет девушки, больше ничего нет. Папа больше работал акварелью же, а маслом он более заказные делал. Только по заказу. И поэтому дома остались в основном акварельные такие вот работы. Потому что он выезжал на этюды, в аул куда-нибудь. Почему мы говорим, спустился, чижин же в горах. Да. И он когда поднимался в горы, обязательно писал там этюды, все такое. Поэтому сохранилось. А работы заказные все масло. Поэтому они были где-то у кого-то, где-то у кого-то сосредоточены. Екатерина, не верю в своей удачу, что я попал, ну, наверное, в такое место. Святая святых музеев. Святая святых музеев. Сюда мечтают люди попасть, как мы сегодня узнали, годами. И мало кого-то допускают. Большое спасибо вам и руководству за то, что вы нас допустили. Расскажите, что это за место нашим зрителям? Мы действительно находимся в сердце музея. Это одно из отделений фонда хранилища или депозитария музейного, где находится основная часть музейных произведений. Дело в том, что в коллекции, вернее, стоп, не в коллекции, а в экспозиции у зрителей есть возможность увидеть порядка всего лишь 10% коллекции. Но принцип проведения выставок состоит в том, чтобы зрителю всегда были доступны самые важные, самые яркие, самые достойные произведения. Но основная часть живет в депозитарии. Это особое пространство, где находятся различные художественные произведения. То есть, отвечая на вопрос, почему сегодня в зале, где мы уже с вами работали, не так много работ, потому что большая часть хранится именно здесь в депозитарии. И вот интересно, что у нас фонды хранения разделяются по видам искусства. Эту форму работы осуществляют музейные хранители. Это главные специалисты, отвечающие, очень профессионально отвечающие за сохранность культурного наследия нашей страны. Мы находимся в фонде казахстанской графики. Это очень многочисленный фонд, свыше или около 13 тысяч единиц хранения. И вы видите, что часть из них хранятся на полках, уже оформленные в рамы. Но основная часть находится в выдвижных ящиках. Они имеют определенную топографию. Хранитель знает, как быстро из такого огромного количества найти необходимую работу. И у вас сейчас будет возможность посмотреть, как, собственно, хранятся работы Абулхана Костеева. А вот следующий рисунок я уже вижу. Это один из поисковых портретов Амангельды. Тот самый, который он ездил делать в Тургайской области. И вот как раз взгляните на этот рисунок. Это один из поисковых образов Амангельды Иманова, которые впоследствии уже реализовались в большой картине живописной. То есть мы прям видим... Точнее, в ряде картин, которые мы с вами сегодня уже видели. Мы видим таймлайн. Вот такая, вот такая версия, такая, такая, такая версия. То есть вот маленькие карандашные рисунки впоследствии могут развернуться в программное масштабное полотно. Слушайте, ну удивительно. Вот, кстати, портрет юного Абая. Посмотрите один. Поездов, да. Это я видел в каталоге. 46-й год. 46-й. А вот как раз портрет юного Абая в карандашной версии. А скажите мне, пожалуйста, карандашная версия делалась... Он ее делал для себя или для того, чтобы ее защитить? Нет, это уже... Это эскиз, по сути, это один из этапов работы над картиной. Ага. Художник, продумывая картину, ее композицию, ее цветовое решение, но в данном случае композицию. И вот сам образ, облик юного Абая, тот самый, который мы видим в живописи, вот это карандашный рисунок предшествовал. То есть поиск образа, его дальнейшая реализация, развитие идет поэтапно. И эскиз один из важнейших этапов работы над картиной. Лебед Кульханов, скажите, пожалуйста, вы знаете все здесь, мимо вас ничто не пройдет, вашими руками всегда эти картины отсюда выносят и возвращают. Что реже всего просят выставлять? Что реже всего видит наш зритель, наш почитатель искусства? И в частности, Абулхан Костеева. Вот Екатерина говорила, что какие-то впервые были показаны. Что было недавно впервые показано? Можете вспомнить? Ну вот небольшие карандашные. Недавно Костеева показали, потому что Костеева не все думали, эскизы орнаментов. Но это впервые выставились, потому что они прошли через реставрацию, потому что они были в плохом состоянии. Сейчас они отреставрированы, они были впервые, я сейчас вам покажу, орнаменты Костеева, которые первые у нас впервые выставили. Ох, красота, сейчас мы это увидим. Вот уже более очевидно крупноформатные вещи, которые хранятся в другом типе ящиков, которые более вместительные. Так, орнаменты, они 70-е годы, орнаменты, потому что никто не думал, что Костеев тоже занимался орнаментами. Они прошли реставрацию, как вы видите, в очень хорошем состоянии они хранятся. Они выполнены гуашью. Да. А реставрировали их специально к выставке или это было сделано до? К выставке, потому что они у нас поступили из другого фонда. Они раньше были в другом фонде. И потом, как у нас Костеев, бумага, должно быть в графике. Поэтому юбилейные выставки отреставрировали. Отреставрировали где-то у нас 7 орнаментов, они все отреставрированы. Екатерина, исполнение мечты дубль второй. Где мы сейчас? Мы находимся в хранении живописи. И здесь как раз располагается основная часть именно живописи Казахстана. Это одно из хранений. И опять наши доблестные хранители, которые отвечают за сохранность этих прекрасных художественных произведений. И в том числе именно в этом хранении располагаются те произведения Блхана Костеева, живописные произведения, которые не вошли в экспозицию. Но здесь они постоянно пребывают вот в этом пространстве. То есть если, простите, пожалуйста, то есть если там у нас была графика, это акварель, это карандашные рисунки, то здесь у нас холст, масло и все остальное. Именно масляная живопись. Масляная живопись. Пройдем? Да, и вот нам хранитель покажет сейчас. Здравствуйте. О, посмотрите, Турксиб здесь. Да. То есть если сейчас в зале у нас была интерактивная версия Турксиба, то здесь... Оригинал. Вот тот самый. Тот самый подлинник. Одно из знаковых произведений в творчестве Костеева, который, кстати, сам работал в 20-е годы землекопом на Турксибе. Почему эта тема так часто волновала его, и он к ней прибегал неоднократно. Но вот в данный момент в зале мы видим анимированную версию, которая случилась благодаря компании Samsung, а оригинал сейчас находится на своем законном месте. Здесь же можно видеть и портрет Амон Гильде, о котором мы упоминали, и поздний портрет Абая, о котором мы говорили, с Томиком Пушкиным в руке. Кстати, там забавный эпизод с этой картиной есть связан, когда, долго работая над лицом, Костеев никак не мог закончить туловище. И фактически он сам обрядился в сюртук и писал фактически с самого себя. То есть здесь буквально в этом портрете Абая тело самого Костеева туловища. И при всем при этом, мы поговорили про эту систему госзаказа, размещается заказ, потом тебе выплачивается гонорар. Он так на, вы сказали, полторы тысячи работ на 58-й год. Две тысячи работ на 58-й год. Это же невероятная продуктивность. Попробуй сегодня, скажи художнику, две тысячи работ. Мне кажется, очень многие не поверят, испугаются. И при этом свое жилье, вот такое, в котором семья помещалась, появилось очень не сразу, мягко говоря. И тоже непростая история, я правильно понимаю? Очень болезненная история. Он был депутатом Верховного Совета. Дважды. Он для многих выбивал квартиры, садики, строил мосты, больницы в том районе, где он... А своим детям ничего не смог. Ни лагеря никогда, ни дачи у него, ничего не было. Где-то в конце 40-х годов, или где-то в середине 40-х годов, на Сифуль, на бывшей узбекской улице, в угол Калинина, двухкомнатную квартиру папе предоставили, а в этой квартире раньше жила семья Уэзовых. И вот когда вызову, что-то другое предоставили, папе предоставили эту двухкомнатную квартиру. Ну, мы все там родились, в основном мы, а так мальчишки, где-то, видимо, на квартирах родились вот так вот. И до 58-го года в том доме мы, в той квартире мы прожили, эту комнатную. Потом в 58-м году, наконец, построили здесь, сюда мы вселились. Ну, здесь совсем по-другому была эта квартира, эта домика. Без пристройки еще тогда. Без пристройки вообще, там, выход туда выходил, и неудачно был построен дом, фундамент очень низкий. Отопить было тяжело очень, не прогревалось вот эти круговые. Четыре трубы, четыре батареи, только верхние немножечко грелись, и все. О, небольшая черная печка. Сколько угля нужно было. Контрамарка. Да, ужасно. Папа мерз всегда. У него, помнишь, всегда была вот эта электрическая? Да, обогреватель была. Потому что акварелью работает, надо, чтобы она не высыхает. И вот он и руки грел, и акварелью сушил. Да, в фуфайке, да, в ботинках, в шапке. Тяжелые ботинки всегда. Всегда в мастерской, особенно почему-то она холодная была. Но мастерскую их потом пристроили. Но, тем не менее, она была почему-то прохладнее, чем вот эти комнаты. Ну, и ведь даже была история, что для съемки, когда приехали на съемки иностранцы, переселили вас, семью. Нет, нас не переселили. Не переселили? Да, вот почему-то такая информация пошла. Это вот Добаев так сказал. На самом деле не переселили. А там вот на Сифулино они когда жили, на Узбекской, в эту комнатную квартиру. Ну, мебель только мне было. И тут затарили мебель, ковры. А, приукрасили вашу квартиру? Затарили квартиру, и там провели эти съемки. Американцы приезжали. А когда они уехали, где-то дня через два, все это вывезли. А мама думала, что это все у них останется. Расстроилась. Говорит, ну что это такое? Говорит, все увезли. Как папа отреагировал? Ну, папа потом тоже вроде возмущался. Но говорят, что якобы он пошел к Кунаеву с жалобой, что почему так? Нет, ничего подобного. Этого не было? Нет. То есть это недостроенно? Это недостроенно. Потому что я считал эту информацию. Потому что Кунаев сам подошел. Папа сидел на скамейке, и Кунаев его увидел, подошел к нему и спросил, как вы, как ваше здоровье, как ваше настроение и все прочее. И вот таким образом... Ну, до этого папа все время писал письма, что нужно жилье, чтобы предоставили жилье какое-то Тошенову. Многим он писал эти письма. И Кунаев потом подписал ему этот указ, чтобы ему построили здесь особняк. Но этот особняк не был нашей собственностью, она государственная была. Ну, тогда ни у кого не было собственностью в целом, да. Ну, и в 58-м году вселились, а потом в 66-м году только в нормальный вид привели этот дом. Мастерскую пристроили. Полностью перестроили. В 68-м году только в мастерскую пристроили. А холодновато было, и только в 72-м году к центральному отоплению подключили. Потому что в 73-м году, вернее, внизу у нас там Бабкин жил, начальник ХАЗУ Совета Министров. Вот ему провели центральное отопление, и папа тоже просил нам тоже проведить, мимо нас проходит. Ой, кое-как он добился. Мне кажется, он поэтому инфаркты и получал. Да. Потому что постоянно, постоянно ему отказывали, постоянно отказывали. Это была беспрерывная борьба. Да, да, да. То есть это было все вопреки. Да. Вся его жизнь и труды вопреки. Вот я вчера про гульфа Руссы Исмаилову тоже читаю, что там тоже ей должны были предоставить жилье. Вот говорят, строят, ее на очередь поставил Кунаев, прям сам указал, чтобы поставили. А потом смотрят, на ее нету там очереди. Такая же история была и с отцом. Потому что папа, помню, говорил, над восходом там строят квартиру, что там должны предоставить. Вот так вот. Но потом тоже не было ничего этого. Но это потом отдельная квартира была. Если сегодня пойти в музей имени Абухана Костеева, посмотреть выставочный зал, где представлены его работы, где так много соцреализма, складывается ощущение, может сложиться ощущение, что он был обласкан властью, что его очень-очень любили сверху, что вот у него столько было заказов, что его работы везде, вы говорите, в каждом ауле, в каждом колхозе, там условно были их, можно было найти. Но при всем при этом он был, например, невыездным. Это тоже неверная информация. Я тоже с этим не соглашусь, потому что по рассказам мамы, они в Китай отправлялись, всех отправляли, проживающих там, в общем, там, рядышком с Китаем. В Жаркенской области. Да, Галдамор был, и люди выжили за счет того, что они переходили речку, там в Китае что-то набирали и возвращались таким путем. И папа с друзьями тоже решили пойти через речку, попытались, но в то время сами пограничники отправляли, записывали их фамилии, и даже не записывали. А по 10 человек, да, не больше 10 человек, отправляют и сами же предупреждают, если завтра вас кто-нибудь там арестует, поймает, то мы ничего вам помочь не сможем. Папа как раз с другом попали, их задержали и в трудовой лагерь отправили. На год, да, примерно? Да, на год. Их там толком не кормили, в общем, пахать заставляли без конца, работать и работать, а папы уже здоровья не было, ему совсем плохо стало. И он говорит, мы, наверное, здесь умрем, давай сбежим. В общем, они с боем сбежали, в колледже где-то там у кого-то остановились на квартире у Егора, у Егора, да, по-моему? Там не пишут кто. Да, и там, когда они остановились, а папа вообще уже не мог ни ходить, ничего, он лежал и все. Ну, столько его за год просто уничтожили. Да, 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 да. И рядом, который, он говорит, ты, наверное, все равно умрешь, ушел. А папа остался. А он его бросил? Да, он бросил и ушел. А в этой книжке прямо написано, что не то, что бросил, а он вытащил из-под него. Да, из-под него делал. Кошмур, говорит, ты все равно не выживешь, она важнее. Да. Я момент, я читала и помню до сих пор. Да, 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 было такое. Это из папинных воспоминаний, из книжечка. Да. И получается, что он остался, хозяин не отпускает, потому что за квартиру не расплатились, вернее, за жилье не расплатились. И там тоже один старичок на одну ногу хромал или без ноги, что ли, что-то такое. Он все время торговал, говорит, дынями и арбузами. И он его пожалел, заплатил этому хозяину. Выходил. Выходил его арбузами, дынями, кормил. И таким образом папа немножечко пришел в себя. И когда он пришел немножко в себя, он говорит, давай ты садись около меня на базаре. Вдруг твои знакомые или родственники здесь окажутся, то тебя чтобы увели. И он пошел. Действительно там какой-то дальний родственник, что ли, кто-то увидел его. Молодец. Да, и забрал. Когда забрали его они домой, кое-как до дома он доехал, говорит, я думал, что на лошади. Думал, наверное, что не доеду, потому что до того плохо ему было. Хотя он тогда молодой человек. Молодой был человек. И он когда вернулся домой, уже вот так вот палочку держал. Там еще описывается в книге, вот эти у него обувь была из войлока, что ли, она до того размяклась, вся была бодранная. И вот он так еле-еле дошел до дома. А мама его не узнала. Думала, что старик какой-то, мама вот так вот поклонилась, поздоровалась. А папа говорит, боже мой, это я же. Вот так вот. Тогда ему, наверное, лет 20 с чем-то было. Наверное. Настолько он был истощен, изнурен, покалечен. Да, да. Удивительно. И вот в его истории несколько, я, по крайней мере, не зная всех деталей, вижу таких моментов, когда это прямо божественное провидение. Когда его как будто вот Бог сам спасает. Вот эта ситуация. И даже ситуация связана с властью. Знаменитый портрет Кенни Саре. Да. Который был невероятно опасной темой. А он кто-то сохранил еще? Кто-то сохранил эту работу. Я знаю, что параллельно в тот момент целую редакцию, которая всего одну главу написала в книге о Кенни Саре, репрессировали. Да, да. Просто потому, что они решили рассказать о Кенни Саре. Нет, она примитивная, но все равно это же портрет Кенни Саре написано. Ну да. В любом случае. Но я думаю, может быть, открыто не говорили, что это Кенни Сар. Не знаю даже вот. И сохранили. Сохранили. Кто-то вот ее спрятал, сохранил. Сохранили. Действительно. Судьба, она такая интересная. Видимо, судьба его вела к другому, к чему-то более великому. Я считаю, что папа все равно это жизнь, подвиг. Вот мы когда читали вот эту книжку, мы перевели... Нам даже не рассказывали же об этом абсолютно. Мы это с этой книжки только узнали. А это, конечно, со слов папиных слов директор центрального... Директор музея Джамбула. И мы тогда с семьей общались. И вот он прямо на машинке напечатал с папиных слов все. И когда мы начали читать, думаю, боже мой. Я говорю, вот прямо готовый сценарий для какого-то фильма. Когда читаешь, я даже не чувствую. Представляю. Неужели это наш папа был? Отец. Вот столько пережития, то, что мама не узнала, он пришел. Там так описывается, что вот с этой ободранной обуви. Как старик согнулся, худой. Вообще тяжело. А потом в Китае он же с детства. Вот он пас овец у Баев, на Бахче работал. Когда раз белые пришли, Баев все, давайте выводите в Китай. И папа все тоже угоняли они в Китай. Вот скот этот весь вместе с табунами, что ли. Потом снова возвращались. Потом раз красные пришли, скажут, опять они уводили. Через Реду, туда-сюда, туда-сюда. А в целом он был знаком с этой процедурой. Да, с этой процедурой знаком, да. Но там речка такая бурная. Бурная в то время, да. Некоторых уносила, да. Но вы меня поправили. То есть официально невыездным он не был? Нет, не был. Он посетил в итоге другие страны? Или не записывали, кто уходил. Просто количество человек, 10 человек и все. Официально никакой бумаги не было, но оно могло послужить, как вот кому-то нужный этот момент и использовало. Это вот на 100-летие я рассказала об этом случае. Почему-то Ковалев рассказал. Говорит, вот он стал невыездным только из-за того, что... Я видел этот выпуск. Да, и пошло-поехало. Потом смотрю, и искусствоведы начали так говорить. А фактически об этого не было. Официально ничего не было. Потому что я видел, что позднее были его персональные выставки в разных странах, дружественных странах на тот момент. Но они были с его присутствием? То есть он мог посещать другие страны? Или так он за рубеж и не выехал? Он ни разу не был. Он так и не выехал за рубеж. Да, он должен был поехать по морю, по Красному морю. Круиз. Да, круиз по этим странам. Он прямо смотрел на Арктика, что... Какие там Египет. В общем, через все эти страны он должен был проехать. Он так радовался, готовился. А в то время в Саминовской больнице, он же на учете стоял, и он уже в то время с давлением стоял на учете. И ему сказали, нет, вы не сможете там в жара. Действительно, я тоже так подумал. Боже мой, в жару, как он мог бы? Это было в 66-м году. И его не пустили. А тогда обязательно нужна была справка. Как разрешение, все. Ну, мне сказали, вам нельзя, вы не перенесете. Это я сейчас тоже думаю, папа, как бы он перенес, он бы не перенес. Ну, это если летом, а в другое время год. Да, они, по-моему, летом и собирались. В делегации, в основном, все вот здесь, в этом дворе были. И венгерские, и монгольские, и Рокуэлл Кэн приезжал с американской делегацией. Все были в этом дворе. Этот дом много что видел. Интересно, что, когда мы говорим о творчестве Костеева, мы характеризуем его как художника, который всегда максимально следовал за действительностью, отображал очень точно, достоверно, ничего не придумывая. Но есть, наверное, один сюжет, в котором он всегда допускал одну историческую неточность, ошибку. По-видимому, сознательную, очевидно сознательную. И очень часто даже на экскурсии я предлагаю зрителям найти историческую ошибку, которая часто фигурирует именно в образах Амангельды и Манова. Напоминаю, что событие это происходило в 1916 году. И, конечно, никакого красного флага, который появился как символ революции 1917 года, быть не могло. Отчасти, возможно, это было следование, как бы нужно было отдать дань времени исторической и политической ситуации. И заказчику. Возможно. Но, тем не менее, вот этот момент часто во многих произведениях, где появляется изображение Мангельды, фигурирует этот символ эпохи. Догадываются обычно люди, которые приходят на экскурсию? Почему-то очень часто все на бинокли сосредотачиваются. А, что, мол, тогда их еще не было? Да. Но, тем не менее, это так. Хотел спросить у вас, потому что не могу, может быть, я плохо искал, но не могу найти нигде. Еще одна загадка, это, во-первых, его увлечение высокогородным катком Медео, который он тоже очень много раз... Да, разные варианты. На переднем плане. Он металл, как это летит. Папа восхищался и природой. Может быть, он здесь тоже восхищался вот этим катком, и что... Да, мы делаем. Именно вот немцы, которые были фашистами, теперь уже дружбой. Может быть, это восхищение было его? Ага. Я так думаю. Ну и плюс, ему очень присуще сохранять все, как было. Да. То есть он бы мог и не рисовать этот флаг, но если он его увидел, то он его передаст. Да, то, что реалистично, он все передаст, да, на самом деле, то, что было, то, что... Он всегда работал честно. Сегодня, когда мы с вами уже живем в независимой стране, когда у нас есть возможность посмотреть назад, оценить историю, понять, как было все устроено, когда у нас уже запущены деколонизационные процессы, где мы можем честно посмотреть и признаться себе в каких-то вещах, очень часто героев того времени сейчас осуждают или отменяют. Говорят, вот они и затрудничали с властью, вот они ушли в угоду и так далее, или отказались от себя. Что вы об этом думаете сегодня? Я думаю, все равно отрицать историю никогда нельзя. История, она формирует людей. Папа, ну что же сформировала эту историю? Папа и папина работа, и папина жизнь, это хронология вообще Казахстана всего как. Отрицать то, что, может быть, действительно были какие-то перегибы, все такое, но папе как-то, может быть, вот как вы говорите, везет. Потому что когда он был в Турсибе, русский полковник увидел работу, там где-то еще что-то, кто-то еще, и вот каждый человек делал шаг-полушаг, но помогал папе. Я считаю, что отрицать нельзя. И там независимо от национальности, где-то там игоры помогли, где-то русские помогли, где-то всякие люди помогали. Где-то, наоборот, друзья казахи предали, а кто-то помог ему, всякое было. Я считаю, что чисто общечеловеческое, вот именно папе помогало по жизни. Где-то Анна Фурман помогла, где-то еще кто-то помогал. Диаспора казахов, которые пошли, Анна Фурман говорит, не уезжайте, давайте сходим сначала к Анне Фурмановой. Потому что его в Москве же не приняли, у него нет школьного образования. Хотя бы школьное было бы, его бы приняли в эту, как называлось, театр, что-то какой-то. Студия? Техникум или что-то. Нет, там как-то комбинат, комбинат, театр, что-то такое, какое-то название было, его туда не приняли. Ну, раз приехал в Москву, и вот тогда Анна Фурман собрала всех и сказала, каждый вот от стипендии, там, не знаю, по рублю, что ли, должны были давать, чтобы отец мог жить, питаться. И вот папа так вот где-то посещал занятия. Тоже на вечерние, только художественные. Да, где-то в основном в музей ходил, все такое учился сам. Сколько он, года два был, да, там? Года полтора, по-моему, потому что он заболел и дальше уже не смог. Простыл, там уже одежды нет, холодно все такое, простыл. И вот был момент, что он рисовал, ходил и пошел, там, музей Востока есть в Москве, он предоставил свои работы, у него купили, он так удивился, что у него купили, и он раздал все свои долги, он был так счастлив. А он еще спросил, ой, вернее, у него спрашивают, за сколько вы хотите продать? А папа небольшую сумму назвал, но они, говорит, поняли, что папа не разбирается. Еще не сталкивался с этим. Да, ему дали в два или в три раза больше. Интересно, в этом музейе есть работа его. Екатерина, говоря о нововведениях или даже о новинках, мне в подготовке очень помогло вот это потрясающее издание, это каталог, где работы, я так полагаю, все работы, которые, или большая часть работ, которые хранятся в музее. Буквально все. Буквально все. Расскажите, пожалуйста, что это за издание, как оно вообще получилось, потому что это потрясающая книга, каталог, фотобук, который, мне кажется, должен быть в каждом доме, у каждого человека, который ценит наше искусство. Но расскажите вы, как это получилось? В череде юбилейных событий, а мы знаем, что 2024 год является годом 120-летнего юбилея Абулхана Костеева, запланировано множество мероприятий, в числе которых масштабные выставки, но, наверное, одним из наиболее значительных событий является издание этого альбома-каталога. Во-первых, он включает все творческое наследие художника, которое сосредоточено конкретно в нашем музее. Это свыше 400 художественных произведений. Этот альбом-каталог, помимо того, что он великолепно иллюстрирован, он поддержан компанией Samsung, и мы очень благодарны, что эта компания поддерживает музейные проекты, которые являются очень важными, значимыми, и это действительно очень зрелищное, красивое издание, которое не только представляет очень богато и эстетично и подробно весь иллюстративный материал, здесь сосредоточены основные факты о жизни, деятельности, творческой биографии художника. То есть это, по сути, такая, ну, может быть, даже энциклопедия жизни и творчества Абулхана Костеева, потому что здесь две вступительные статьи, альбом очень богато снабжен архивными документальными фотографиями, некоторые из которых тоже репродуцируются впервые. То есть здесь это такой результат, на самом деле это не просто перечень художественных произведений мастера, это очень результат огромной исследовательской работы, многолетней, подчеркиваю, работы, которая проводится сотрудниками музея, причем научные сотрудники в соавторстве или в группе с музейными хранителями. По сути, ведется очень большая работа, и с каждой из работ, которые мы сейчас видели, и с каждым из произведений, которые мы видели в хранении, проводится очень тщательная исследовательская работа, научная атрибуция, результатом которой стало это замечательное издание. И это не просто очень красивое подарочное издание, это действительно очень полезный материал для исследования или знакомства с жизнью и творчеством нашего выдающегося мастера, в честь которого назван наш замечательный музей «Гордость нашей республики». И мне кажется, это очень символично и важно. Это потрясающий подарок, это потрясающее издание к 120-летию нашего Абулхана Хостеева. Очень здорово, что он появился, что теперь... А он, кстати, доступен, его можно приобрести? Да, он есть в продаже в сувенирном магазине, поэтому я надеюсь, что все заинтересованные будут иметь возможность приобрести его в свою собственную коллекцию. Ну и даже мы предоставим вам возможность это замечательное издание получить бесплатно, но об этом немножко попозже. Как интригует. Спасибо. Очень многие, когда вспоминают вашего папу, говорят о нем как о человеке очень скромном, очень простом. Вот такое слово часто употребляется во вспоминаниях, в различных рассказах о нем. При этом он был депутатом, дважды мы сегодня сказали, он возглавлял Союз художников. Мы знаем, что власть развращает. Что его уберегло от этого соблазна? Как так получилось, что он так и остался до самого конца простым человеком? Скромным человеком? Да, мне тоже, как характер. И вот этот тяжелый жизненный путь, наверное, да? Добропорядочность, вот знаете, вот скромность, добропорядочность у него в первую очередь. Он жестоко сам пережил, и поэтому, видимо, понимал тех людей, которые приходили с просьбой, да все такое. Как он нас общил? Постарался им. Таспенурганда. 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 Я хочу, что, ну, уже к концу жизни, наверное, одно из событий, которое сильно его подкосило, это уход вашего брата. Вот это... У нас один... Два брата. Два брата. Ну, вот брат, который в армии, которого не стал. Он у нас... В 20 лет. В 66-м году, да. Конечно, сильно подкосил Нурбек. В 20-летнем возрасте в армии. Он управлял машиной военного прокурора. И в Актюбинске как раз морозы, холоды. Не помню, МВ-5 называлось. Да, и мы сказали, заведи машину, приготовь, сейчас поедете. И он поехал, завел машину. Но гараж... Почему он закрыл сам гараж? Там гараж вот так вот, как купе, что ли, закрывалось. Вот. И, видимо, сам, наверное, закрыл. Но тоже почему-то под сомнением наши держали. Не мог же он сам закрыть, говорит, он же знал, чем это может закончиться. И там, видимо, прикорнулся. Немножко заснул, что ли. А когда проснулся, у него уже даже сил не было. И когда уже эти ворота открыли, он лежал прямо перед воротами. Прямо волосы садрались головой. То есть он угорел, получается? Да. Конечно, это было тяжело. Я помню этот день. Чего 20-летний? Вечером, да, нам сообщением. Ведь мы позвонили брату старшему. А старший брат тоже что-то засуетился. Начал что-то перед коридоре подметать. Потом вышел, потом снова зашел. И тут заходит несколько человек. Он пока всем прозвонил, видимо, чтобы пришли, сообщили родителям. И вот когда сообщили, думаю, боже мой. А мама говорит, что-то случилось, что-то случилось. Она почему-то решила, что там, наверное, дед умер в деревне. А оказалось, сын. А в целом папа был эмоциональным человеком? Как он выражал свои мысли и чувства? Потому что очень часто кажется, как будто вот он заходил и просто писал. Все фильмы, вот эти хроники, которые я смотрел, там так и кажется. Он задумчиво смотрит вдаль. Он смотрит на мольберт. Он держит кисть. А в жизни как он общался с вами? Вот знаете, легко и просто он общался с нами. Например, даже наши друзья придут, да, или какие-нибудь другие студенты, братьев, сокурсники. За стол садимся. Он любил рассказывать им что-нибудь. Он хороший рассказчик. Да, он хороший рассказчик. Его всегда слушали с удовольствием. И мы слушали. Себя всегда просто вел. Не было такого, мне некогда, мол, и все прочее. Нет, запросто он. Мог с вами поиграть, пошутить, подтрунивать. Да, он мог, например, какие-нибудь корни увидит и нам говорит, что ты видишь, да? А мы говорим, я ничего не вижу. Он рано утром вставал, 6 утра, а наша детская жизнь была. Да, да, мы спим. И он прям шлангом в окно, он начинал, бутил нас вот так вот. А если мы на это даже не среагируем, он мог зайти, вот так вот. А потом, когда папа не встал, все время лежишь и ждешь. Мы в этой комнате. Когда же папа заглянет? Тут такого плана был человек. Никогда же не ругал, да никогда голос не повышал на нас. Абсолютно. Он любил рассказы, хорошие рассказы. Когда в Жаляу ездили, всегда поднимаются в горы, чабаны собираются, ну все собираются, и всегда рассказы интересные. В то время старики были интересные. Они, как вот я говорю, манерлеп рассказывали. Махал, махал, махал. На каждое слово махал, махал, махал. Так интересно было слушать. И я никогда, да мы не слышали, никогда не знали. Мама потом нам говорила, папа наизусть знал все эпосы. А, да. Мог рассказывать. Мама, мы говорим, а че нам не говорили, что он знал? А он говорит, все наизусть рассказывал, прям вот так вот. Я говорю, надо же. Это человек, который не умел читать. Да. Он все выучил. Именно поэтому так и развил свою память. Да, скорее всего так. И хранил все в памяти, в сердце, да. Это может быть личный вопрос. Если вы не захотите, вы можете на него не отвечать, но когда девять детей, наверное, очень борешься за внимание и родителей в том числе. Но есть какие-то моменты или какие-то слова, которые у вас были именно с папой? Может быть, какие-то слова дорогие вашему сердцу, которые он сказал только вам или только вам. То, что вам вспоминается и греет вас до сих пор. Он как-то не выделял? Да, он никогда не выделял. Как-то мы ко всем одинаково относились. Не было такого. Единственное, могу сказать, когда старший брат у нас же учился до четвертого класса в чужине, бабушка он воспитывался, и в четвертом классе, когда он закончился, сюда уже перевели его, и наши пацаны как к нему отнеслись, как к постороннему, потому что папа с мамой пошли ему покупать там вещи, велосипед, там фотоаппарат. Ну, чтобы быстрее привык к семье, видимо, папа хотел. И наши братья возмущаются, говорят, интересно, Бутенбрюга покупает все, а нам не покупают. Вот такое отношение было. Но брат у нас тоже такой молчком был, он в ГИК закончился, в Советском государственном институте кинематографии, работал на киностудии «Казахфильм» долгое время, всю жизнь читает. И мало разговорчив был с нами, да, тоже как-то вообще не с нами, как-то сдержанный был. Я помню, нам купят уже... Игрушки. Игрушки там, да, положат молча и все, книжку купят нам на кровати, положат молча, мы знаем, что это он нам купил. Потом обруч купит, поставил нам на фундамент, но мы знаем, что это нам, он купил, знаем, что это он. Но мы его стеснялись. Да, мы его стеснялись, потому что... Потому что мы его, наверное, толком не видели. Но росли не вместе. Да, он взрослый, у нас разница, 20 с лишним лет. Да, потом он в Москве же учился, мы его не видели, а наше сознание, когда пришло, вот уже, когда он вернулся только, нам как-то стыдно было. Я в школу иду, у нас 33-я школа была, а на проте казахи. На просьбе на суде казахильма. Я в школу иду, например, а он идет с работы. И когда я вижу его издалека, думаю, боже мой, я обойду, с другой стороны резьки проходил, потому что думаю, а что я ему скажу? Здрасте скажу, что ли? Мы с одного дома. Почему-то, да, мы стеснялись его, я во всяком случае его стеснялась. И так думаю, что же делать? И вот старалась обойти с другой стороны, если я его вижу далеко-далеко. Но потом, когда он женился, уже как-то контакт у нас лучше стал через снаху нашу, Заря Махмедовна, балерина наша. Вот так вот в этой семье было. Да, удивительная история. Спасибо вам. А может быть, это воспитание такое было, что-то? Уважать старший перед старшими мамами? Вот единственный брат, которого мы называли Ага. Во имени его никогда не называли. Называли Ага. А остальные все у нас. А он маму назвал Татья. Да, он маму назвал Татья. А папу? А папу? Как-то он обходил это слово. Наверное. Сесь депседельгеншавер? Да, да. Наверное. Удивительная история. Этого я не знал, как, я думаю, наши зрители тоже. Друзья, я надеюсь, вы получаете такое же удовольствие от просмотра сегодняшнего выпуска, как и я, от общения с нашими гостями. Но это еще не все, ведь у вас есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть замечательные призы. Выполнив всего два простых условия в комментариях под выпуском или в Инстаграм, вы можете получить замечательные призы. Во-первых, вы можете получить этот замечательный каталог с работами Абулхана Костеева, который был выпущен благодаря сотрудничеству Национального музея искусств имени Абулхана Костеева и компании Samsung Electronics. Ну и во-вторых, мы пригласим вас, десятерых победителей, посетить музей вместе со мной и кураторами музея. Для этого вам нужно выполнить всего два простых условия. Во-первых, перечислите три любые работы Абулхана Костеева. И второе, напишите, почему именно вы должны попасть на эту экскурсию и посетить музей вместе с нами. Надеюсь, что мы с вами увидимся уже совсем скоро. Напоминаю, что 10 победителей придут вместе с нами в музей на экскурсию и получат этот замечательный каталог. Участвуйте и удачи! 120 лет с его рождения. Его какое-то время с нами уже нет. Да, у нас есть музей имени Абулхана Костеева, но почему он продолжает, на ваш взгляд, влиять, вдохновлять столько поколений уже, не только художников, но просто любителей искусства, граждан, простых людей. Все еще, на ваш взгляд, почему это так? Почему он все еще актуален? Потому что, я не считаю, потому что он история. Он сам человек истории. Как наш Казахстан создавался, так и и папа, наверное, создавался. Я думаю, так. Это параллельно шло. Одновременно. Конечно, его творческое наследие является свидетельством невероятной преданности профессии. Когда он действительно стоял первым у истоков, он не шел по проторенной дороге, он был одним из первых, его еще называют пионером казахской живописи. Его творчество стало демонстрацией невероятного трудолюбия. Труд как особая отличительная черта этого художника. Его бесконечное жизнелюбие и оптимизм, которое буквально наполняет и пронизывает каждую работу. Ну, в общем, наверное, Костей в живописи наше все. И мы с гордостью, наш музей существует под флагом этого имени, и мы с гордостью несем это имя в будущее, поскольку даже сейчас, в год 120-летия Костеева, мы узнаем новые факты его жизненной, его творческой биографии. И я думаю, что у зрителей есть возможность всегда, в любое время, знакомясь с творчеством Костеева открывать для себя что-то новое. Бокса и Костеева не Казах и в Казах и в Казах в Казах и А потом все-таки первый среди художников из Казаха, можно сказать, да? Когда говоришь Костеев, ой, ты же первый художник Казах, ты пшет, пшет. Да, это удивительно. И спасибо вам большое за то, что вы так бережно храните память о вашем папе, о нашем Аблхане Костееве. Спасибо. Я вас поздравляю с этой замечательной датой и с тем, что несмотря на такую внушительную дату, он остается значимым, влиятельным, важным, но и таким теплым и близким нам всем. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо вам большое. Да. Спасибо, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что этот разговор повлияет на вас положительно. Очень надеюсь, что вам захочется познакомиться с творчеством Аблхана Костеева еще ближе. И мы вас приглашаем сделать это вместе с нами. Приходите в музей, у вас есть эта возможность, участвуйте в нашем конкурсе. И очень надеюсь, что именно с вами мы увидимся на территории музея и сможем вместе обсудить еще подробнее, детальнее жизнь творчества Аблхана Костеева. Я Тимур Баламбетов. Спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok